В очередной раз, только после огласки в социальных сетях, администрация района начала решать проблему. Речь идёт о старом кладбище и его ужасном состоянии. В группе типичной Балакова ВКонтакте горожане возмутились с захламлённостью территории, которая расположена прямо в центре жилгородка. Оказалось, что за кладбище никто не отвечает. Директор комбината благоустройства Наталья Горина, которая отвечает за состояние остальных городских погостов, заявила, что кладбище номер один к ним не относится, и муниципального задания по уборке данной территории предприятию не дают. Но согласитесь, это не дело, когда в преддверии Дня Победы и православной Радоницы могилы ветеранов войны, которые здесь похоронены, останутся неприбранными. На входе висит табличка, вы, наверное, её видели. Четверо воинов, умершие от ранов, здесь похоронены. Но в 2010 году ещё мы пытались найти их захоронение, но успеху это не увенчалось. То есть точное место погребения этих людей на сегодняшний день неизвестно. Но документально подтверждено, что они похоронены именно на этом кладбище. Всем понятно, что на кладбище очень много мусора, который накопился уже не за один год, и достойного вида кладбища на сегодняшний день нет. Поэтому мы решили навести здесь порядок, и всё-таки память должна оставаться памятью для каждого, для любого человека. Для нас память – это что-то святое, что-то бесценное, поэтому люди усопшие, к ним нужно относиться. А в преддверии праздника, дня такого святого, упоминания усопших, я думаю, что действует данное благородное. Вчера в семье города мы увидели публикацию о том, что кладбище номер один города Балакова на улице Комсомольская находится в очень плачевном состоянии. Здесь очень много мусора, который не увозился отсюда годами. На какую просьбу мы отреагировали, и ещё позвали с собой учеников СУЗов, ВУЗов, также присоединились многие школы. И сегодня мы будем заниматься тем, что будем вывозить мусор отсюда. Таскаем ветки, мусор, палки, брёвна большие, булыжники, кирпичи, бетон, грузим в КАМАЗы. Также можно заметить, что туда техника не может проехать, так что только ручная сила, только ручная сила. Вот и получилось, что кроме добровольцев заниматься уборкой старого кладбища никто и не собирался. А ведь даже если земля и не относится к какому-либо муниципальному предприятию, она всё равно принадлежит району, и разовые субботники здесь не помогут. Необходим постоянный уход за подведомственной территорией. Но мы уже не раз писали о том, в каком состоянии у нас содержат муниципальную землю и собственность. Поэтому на этот раз просто хочется воззвать к совести местной власти, приведите кладбище в порядок, не афишируя и не пиарясь на том, что героически решили проблему. Может, просто не надо было её создавать?